Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите программу Спортлуб. Мы работаем в прямом эфире. Со мной Власий Сергеев, а я Дарья Анкехова. Да, сегодня мы начнем наш эфир с первого блока, который будет посвящен мини-футболу. Наверное, любители этого прекрасного вида спорта знают, что завершился сезон как и в Суперлиге, так и в Высшей Лиге. Но также вы все прекрасно знаете, что в этих ведущих дивизионах нашей страны выступают воспитанники, представители мини-футбольного клуба «Заря». Ну, как вы уже, наверное, догадались, мы пригласили в студию, собственно, представителей столичного клуба, точнее, выпускников. У нас сегодня в студии Никита Евтушенко, бронзовый призер чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги, а также Афанасий Федоров, победитель чемпионата России по мини-футболу, но уже среди команд Высшей Лиги. Добрый вечер. Да, ну что ж, ребята, в первую очередь разрешите вас поздравить, это большая гордость для всего якутского спорта, что вот воспитанники, да, ребята из Якутии, из Якутска добиваются высот на соревнованиях столь высокого масштаба. Наши поздравления, ну и давайте перейдем, собственно, к беседе. Какие впечатления оставил вот минувший сезон, а давайте начнем с Никиты. Никита, поделись своими эмоциями, впечатлениями. Ну, в целом, конечно, положительные впечатления попали в тройку, хотя я и не совсем могу сказать, что для меня это положительно, то есть сезон был скомканный, там и травмы, еще какие-то обстоятельства, а так, команда показала хороший футбол, тем более я был в команде, Динамо Самара, это новичок Суперлиги, первый год играет и сразу третье место, это большой успех. Да, действительно, стоит отметить, что дебют, да, в сильнейшем дивизионе страны, сразу вот попали в тройку призеров, но также ты в этом сезоне играл и за Сибиряк, и за Новосибирска, и потом, получается, перешел в Динамо Самара, да, вот насколько трудно было вот перестроиться и найти себя в новом коллективе? Да, все так, начинал сезон в Сибиряке, но там по финансовым обстоятельствам пришлось покинуть клуб. Что касается перестроения, да, особо нет, я вратарь, мне какая разница в основном, отбивать, это может для полевых игроков там какие-то комбинации, что-то другое, а для меня особых сложностей не возникло. Ну и мы знаем то, что вот под конец, да, регулярной части чемпионата у тебя, ну, ты получил повреждения, поэтому, к сожалению, не принял участие на стадии плей-офф. Как себя сейчас чувствуешь и когда восстановишься полностью? Да, получил повреждения, мне очень приятно. В целом, сейчас чувствую себя более-менее уже потихоньку, даю нагрузку на ногу, то есть, думаю, еще недельки-две и на 100% буду готов. Ну, а что касается Афанасии, Афанасий, как прошел этот сезон для вас? Ну, для нас сезон получился очень хороший, полностью все выложились, выиграли чемпионат наконец-то. И готовились к этому сезону, очень сборы прошли мирно, потом вторые сборы в Москве у нас были. И готовились, и добились хорошего результата, и выиграли чемпионат. Ну, на самом деле, оба успеха очень значимы. Вот в случае Никиты, да, вот мы уже сказали, что Динамо Самара дебютант в Суперлиге, и сразу вот в бронзовом финале по итогам противостояния, да, бронзового финала была побеждена новая генерация, со счетом 3-1 серии. Ну, а что касается вот случая с Афоней, Афоня у нас, как мы все знаем, играл за нашу Зарю, потом перешел в Суперлигу, также, да, вот команда Прогресс из города... Глазов. Глазов, да. И потом, получается, Афоня перешел в Алмаз Алросу, и, к сожалению, вот, да, в этом году клуб из Мирного прекратил свою профессиональную деятельность. 1 июня официально, вот, по заявлению акционерной компании Алроса, к сожалению, вот, Алмаз Алроса перестал. Поэтому было очень важно, да, вот, громко хлопнуть дверью. Я думаю, вот, болельщики Зари, да, которые часто вот болели против Алмаза, да, когда вот Алмаз к нам приезжал в рамках якутского дерби, играли, нет, на самом деле, абсолютно все любители спорта болели за Алмаз, и, наконец-то, Алмаз вот одержал долгожданное чемпионство, имел его довольствие тоже посетить этот матч, поболеть за Афоню, и там же и Никита присутствовал, тоже поддерживал Мирненцев. Ну, а в финале, вот, противостояние была одержана победа над командой корпорации «Оссии» с Кемерово, получается, в Троицке номинально тогда были хозяевами Мирненцы, там у нас ничья 2-2. И потом уже ответная игра в Кемерово, вот, тоже 4-4. Ну, хорошо, первый матч 2-2 сыграли в ничью, и с какими вот чувствами, с какими вот переживаниями, эмоциями вылетали в Кемерово? Ну, первую игру сыграли, думаю, очень хорошо, ничью сыграли 2-2, это никак нельзя было проиграть. Были моменты, и отыгрались после 2-0, это, я думаю, очень хорошо, потому что сыграли 2-0. Можно сказать, и победа даже, так сказать. То, что нам было обязательно сыграть, никак не проиграть. Мичья, это было очень, как победа. Ну, ребят, вот вы сегодня, да, вот на нашем эфире все-таки представители такого, знаете, прям высшего, наверное, класса, да, именно спортсменов. И давайте все-таки начнем, вспомним немножечко, да, о том, с чего вы начинали, да. Сегодня, конечно, вы такие титулованные спортсмены, за вами следят. Младшее поколение берет с вас примеры. А с чего все начиналось вот у Никиты? Да, ничего особенного. Так начинал с детской, юношеской спортивной школы, школе номер 4, которая на Грессии. Вот так тренировался, тренировался. Потом меня заметил Олег Марченко, тренер Зари. То есть все позвал в команду мастеров на тот момент. Мне было 15 лет, по-моему. Ну и все, и с тех пор начал играть. Ну, как человек, который вот сам тоже, тоже якобы играет в футбол. Я хочу вот, я уверен, что вот любители футбола, да, сейчас им будет очень интересно знать, на каких же полях вот начинали играть наши ребята. Вот Никита, вот на каком поле вот, скажем так, начиналась твоя карьера? Где-то в районе Гресса, видимо, да? Нет, я живу чуть-чуть ближе, крытый рынок, рабочий городок. То есть, ну, обычное поле, тогда еще не было таких газонов, как сейчас, таких полей. Песок, гравий, то есть, там стояли какие-то пеньки были за место ворот, и вот такие играли. Ну, справа мы были, ну, маленькими нас, не особо брали. Обычно на этом поле играли старшие ребята, потом, со временем, потихоньку нас уже брали в команды. А что касается Афанасия? Вообще занимался вольной борьбой. Вот так вот. Конечно, да. И где-то в шестом, седьмом классе у нас тренировка борцов и футболистов оказалась вместе. И футболистов, как говорится, отвозил в нашем футболе, да. Начал забивать, и как-то футбол мне больше понравился. Да и все братья, отец, все играли в футбол, и как-то потянуло туда. Потом приехали, ну, сборы, республиканский турнир, кожаный мяч, чемпионат Зари. И потом меня заметили, и вот шанс номер четыре, Заря, туда пригласили. Первые тренировки там, потом заметили, вот Олег Михайлович Марченко. И потом встретился с Никитой. Да, вот такие у нас с детства уже. Ну вот я знаю то, что когда еще вот вы играли за мини-футбольный клуб Заря, всегда внутри команды была очень теплая атмосфера. И вот, например, да, вот не надо ходить далеко за доказательствами. Вот на матче Афони, вот Никита присутствовал, переживал. Как вы сохраняете взаимоотношения, вот, ну, между собой, да, и между ребятами, которые раньше играли за Зарю, и, может, общаетесь с ребятами, которые сейчас выступают. Да сейчас есть соцсети, можно любому человеку дозвониться, позвонить, поговорить, написать, как дела, семья там, спросить. И вообще встречаешься и на поле, например, против друг друга играешь. В Спартаке вот сейчас Роман Адамов тоже друг. Волошин Сергей со всеми можно встретиться. Стас Арсланов. Ездили в Уфу, тоже недавно у нас с ними игра была. И вот встретились, посидели после игры, поговорили. Вот такие вот встречи всегда. Ребят, ну, а вот, допустим, вы следите за жизнью футбольного клуба «Заря», да, и вот видите новичков, да, к примеру. Есть ли у вас уже такие фавориты ваши, вот вы на них смотрите и думаете, ну, ничего себе, какой красавчик в команде появился. Да что прям так конкретно следить, ну, не всегда получается. То есть тоже тренировки, разница во времени. А так, когда, ну, появляются новые люди, да, всегда интересно там, кто, откуда, что, как там. Когда разговариваешь с Марченко Олегом Михайловичем, тоже рассказывают много нового. Вот, то есть, ну, постоянно на связи и с парнями, вот, кто остались в команде, и с тренером, вот, ну, как-никак связь поддерживаю. Что сказал Олег Михайлович, вот, после вашего успеха, например, вот, как Олег Михайлович узнал о том, что... Звонит, поздравляет сразу, да, среди первых, или... Да, он стал бронзовым призером Суперлиги, вот, каков был первый раз? Ну, да, он звонит, поздравляет, у него есть такая фишка, он братан-братан все время называет, да, любит, да. Ну, зовет всегда обратно в команду, ну, рад, говорит, буду вас видеть в своей команде, то есть, там еще, ну, футбол такой вид спорта, загадывать нельзя, то есть, можем еще и оказаться тут, в заре, да, там, пока непонятно. Да, и, кстати, вот, я думаю, нас телезрители не простят, если мы все-таки не поинтересуемся у вас касательно вашего будущего. Конечно, мы не говорим, да, вот, скажите, в каком клубе будете выступать в следующем сезоне, но вообще, какого положения на сегодняшний день? Ну, сейчас у всех отпуск, у нас мини-футбольный сезон закончился, и пока говорить, ну, ничего особо не надо, то, что, ну, сам не знаешь, где окажешься, вот, предложение есть всегда, так, зазвониться, там, агенты есть, кто работает, ищут клубы. Сезон начнется, и увидим, где мы окажемся, как можно сказать. Скоро узнаете, да? Да, скоро узнаете. Следите за новостями. Ну, а вообще готовы, да, вот, к такому, да, у вас уже это, наверное, в крови, да, постоянно? Да, то, что не тренируешься, например, там, неделями, это вообще невозможно, хочется просто выйти побегать, поиграть, потому что сидишь уже, все, вот, чешется просто, не знаешь. Даже на отдыхе ребята играют. Ребят, а вот такой вопрос, скажите, вот, с какими проблемами сталкивается, вот, профессиональный спортсмен, когда начинает, вот, проживание в другом городе, либо, вот, играть совершенно в другом, именно, коллективе? Вот, основные проблемы, вот, чего не хватает? С тренером самое главное. Ну, да, наладить общий язык, вот, с тренером, там, с руководством, вот так, особых-то проблем не должно быть, там, ни бытовых, никаких, тем более, если ты переходишь в хороший клуб, там, тебе помогают, там, обеспечивают тебе условиями, дают все, что тебе надо, то есть, на хороших таких отношениях человеческих никаких проблем не должно быть, тем более, когда ты жил всю жизнь в Якутске, где, ну, минус 50, в самую суровую условию, да, в суровую условию, там, переезжаешь в ту же Москву, там, еще куда-то, то есть, ну, вообще не проблема. Да, ребят, и, конечно же, вот, уже в скором времени в Амге, в Амгинском углу, в Амгинском углу стартуют спортивные игры народов Якутии, и я знаю то, что Афанасий Федоров будет участвовать, и расскажи, пожалуйста, Афаня, как же идет подготовка, и с какими амбициями твоя команда вступит в эти соревнования? Мы уже начали с понедельника заниматься, с утра на стадионе юность занимаемся, бегаем, ну, как такие лестницы, ну, сильные такие упражнения нету, потом вечером еще двухразовые тренировки, вечером в 7 часов УЛКА занимаемся, ну, уже в паркете. Ну, и в этом году должны обязательно в Перезеры, ну, это 100% важны. Ну, и самое главное, чтобы занять первое место, это для меня самый главный. Увидим ли в Амге Никиту Евтышенко? Ну, я очень надеюсь попасть на эти игры, просто есть кое-какие обстоятельства, возможно, улечу в ближайшее время, а так, да, конечно, надеюсь принять участие в этих играх. Тем более, Якутск является чемпионом. Хотелось бы защитить, да? Принять участие в защите кинула. На родной земле, да, уже? Конечно. Да, ну что ж, ребята, большое спасибо, что нашли время, уделили нам время и поделились своими впечатлениями, эмоциями с нами, с нашими дорогими телезрителями. Ребят, еще раз поздравляю вас с вашими победами. Знаете, то, что вся республика гордится вами, и мы все желаем вам удачи и определенности в будущем. Уже, надеюсь, в скором времени соберемся в студии, будем обсуждать ваши новые успехи. Ну что ж, дорогие телезрители, перед тем, как попрощаться на короткую рекламную паузу, еще раз хотелось бы напомнить, что у нас в студии был Никита Евтушенко и Афанасий Федоров. Никита у нас стал бронзовым призером Суперлиги, ну а Афаня стал победителем Высшей Лиги. Красиво. Да. Ну что ж, дорогие телезрители, мы увидимся с вами после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, после короткой рекламной паузы с вами в ночь телепередача «Спортклуб». Для вас в студии работают Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Итак, дорогие друзья, хотелось бы отметить, что именно второй и третий блок мы посвятим одному из таких очень активных, очень такой энергичных видов спорта, который только пока зарождается в нашей республике. Но уже есть активисты, есть люди, которые этим заинтересовались, а самое главное, уже есть организация, которая может помочь нам, интересующаяся этим людям, именно попробовать этот вид спорта. Абсолютно верно. Мы во втором и третьем блоке нашего сегодняшнего эфира будем говорить о сапсерфинге. Ну а что же из себя представляет сапсерфинг, мы узнаем из следующего материала, который подготовил Юрий Осипов. Внимание на экран. Альберт не любит сидеть на одном месте. Он занимается альпинизмом, велоспортом и бегом. Узнав, что в Якутске презентуют новый для республики вид спорта, решил узнать о нем побольше. Ну мне интересно, это все-таки что-то новое в нашем городе. Вообще мы уже планировали в прошлом году купить такое самостоятельно, но не было этого. Материала пощупать здесь в Якутске еще этого не развито, поэтому мы пока еще держимся. Но сегодня мы попробуем, посмотрим, если появится интерес, то мы, конечно, такую обязательно приобретем и будем кататься. Научить якутян приехал лидер сапдвижения России Александр Александров. Он не понаслышке знает о якутской природе, так как сам родился в поселке Удачный Мирненского района. Безусловно, сейчас технически уже позволяет оборудование сделать старт, начальное обучение, летний сезон. Позволяет в Якутии это делать и главным фактором является огромное количество водоемов вокруг. Все будет с начальных этапов, инструктора будут давать азы непосредственно на данной площадке. Это отдельный вид традиционного серфинга. Существенным его отличием является, что здесь нет необходимости в огромных волнах. Движение осуществляется при помощи весла, но это не единственное отличие. Доска для сапсерфинга существенно отличается от доски для серфинга традиционного. Во-первых, она больше, длина около трех метров. И если для серфинга обычного используется жесткая доска, то здесь она надувная. Такая способна выдержать вес до 200 килограммов, а значит стоять на ней без опаски может и новичок. Здесь будут не только давать доски в аренду, чтобы можно было просто покататься. Также будут организовываться туры выходного дня. Официальное открытие сап-центра состоится в ближайшие дни. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. Ну что ж, благодарим Юрию Осипову за то, что помог нам вкратце понять, что же такое сапсерфинг. Ну а узнать подробнее, поговорить с участниками этого движения у нас будет прекрасная возможность прямо сейчас в нашей студии. Давайте познакомимся с нами сегодня. Этот вечер проводит Нина Попова. Она является организатором сап-центра в Якутске, а также Александр Александров, является инструктором по сапсерфингу. Добрый вечер. А также лидером сап-движения в России. В России. Ну что, давайте, наверное, к организатору обратимся. Первый вопрос. Нина, вот скажите, с чего вдруг пришла идея такая, открытие именно сап-центра в Якутске? Думаю, всякая идея появляться желание. У меня появилось желание покататься самой. Но у нас в Якутске такого как бы центра инструкторов не было. Планировала, что когда поеду куда-то в другой город, то займусь этим, да. Потом съездила, но и благополучно забыла. Потом по приезду в Якутск, да, вспомнила и начала искать, да. Ну, появилась идея, что я сама могу тут открыть, если найду там единомышленников, центр, обучить инструкторов, да. Ну, то есть вы единожды попробовали и поняли, что это надо здесь. Я вообще не пробовала. А, вы вообще не пробовали? Да, Александр. Первый раз поставил. Ну, и тогда вопрос к Александру уже, да, непосредственно. А вы-то как с поселка удачный вдруг узнали о сапсерфинге, стали этим заниматься, а теперь уже приехали в качестве опытного инструктора? Добрый вечер еще раз. Очень приятно быть с вами, поделиться тем, чем я занимаюсь последние пять лет. Если вкратце, мы все выезжаем в отпуск, как жители Якутии, на материк. Когда-то давно, выехав, работаю в разные другие деятельности, я столкнулся с этим, проявив личное любопытство. Немножко недооцениваю это со стороны. После этого более глубоко познакомившись, меня это заинтересовало. Я увидел в этом перспективу, хорошие результаты, множество факторов, которые влияют на человека только с позитивной точки зрения, и доступность, что самое главное. И продолжил этим заниматься уже профессионально, углубляясь, узнавая все новое. И делился этим опытом с людьми, у которых в жизни это теперь идет параллельно, вне зависимости от географических, где они находятся. То ли в отпуске, то ли дома. Ну, для человека совершенно непонимающего, да, ну, возможно, пропустили сюжет нашего коллеги, и вот что же такое, да, вообще, сапсерфинг? Ну, серфинг, наверное, все слышали, да, наверное, все знают, а вот сапсерфинг, это вообще что-то, наверное, для многих телезрителей вообще непонятное. Что же это такое, вкратце, если? Вкратце, это гребля на доске, стоя, с помощью весла. Гребля на доске, стоя, с помощью весла. То есть, кто может заниматься этим? Это все-таки более прегрегатива взрослого человека или детская секция тоже существует? Ребенку тяжело? У нас пока никаких занятий еще не было. Нет, то есть пока мы акцентируем внимание на взрослых. Да, на взрослых. Но, как говорит Александр, то дети самостоятельно могут заниматься с 14 лет. 14. То есть это все-таки очень серьезная нагрузка, да? Ограничений здесь факторов особых нету. То есть с 14 лет, с точки зрения мышления ребенка, уже более сознательного, когда он принимает какие-то решения, видит, что вокруг происходит, может это как-то оценивать, какие-то меры. Безусловно, пока несовершенный ребенок, требуется сопровождение взрослого. Что касается возраста людей уже в более сознательном возрасте, то здесь нет абсолютно ограничений, как я уже указывал ранее на семинаре. В прошлом году приехала женщина абсолютно неподготовленная, приобрела доску и ходит самостоятельно, и ей 67 лет. И стоит? И стоит. Еще и грибет, да? Ну, давайте сделаем небольшой анонс, да, у нас в следующем блоке будет возможность познакомиться с инвентарем, который Александр и Нина любезно принесли с собой к нам в студию. Ну, а пока давайте продолжим беседу, такую объяснительную, да? Теорию, теорию. Теорию, да, продолжим. Ну, мы знаем, что, Александр, вы жили долгое время в Москве и последние 5 лет активно занимались именно сапсерфингом. Мы знаем, что у вас есть впечатляющие успехи в столице, да, по развитию именно этого движения. Расскажите вот о своей деятельности в столице. Мы организовали когда-то еще в 2016 году сапкэмп, ну, по-другому это место, где как раз занимаются саптурами, обучением, тренировками. Это постепенно переросло, что в 2017 году мы были признаны крупнейшими сапцентром в России, после у нас активно начало продвигаться спортивное направление. Уже в 2018 году география начала расширяться, вышла за пределы Российской Федерации, как Шри-Ланка, Мальдивы. В этом году запустилась Черногория и в перспективы Филиппины. Ну, очень широкая география. Широкая география, но для меня почетно, чтобы это запустилось в Якутии. В Якутии, действительно. Чем отличаемся, да, допустим, от той же Черногории? Мы все здесь можем. Тогда вот вопрос все-таки, да. Ну, если вот теоретически объяснить, да, ну, встал ты на эту доску, да, ну, научился ты грибсти, да, какой эффект-то? То есть кажется, что, возможно, это легко, да, ну, встал ты, ну, балансируешь, да, ну, грибешь. Вот объясните все-таки, каков эффект именно на тело человека? Комплекс влияет на очень глубокие мышцы, которые на суше мы не используем, отвечающие за наш баланс и равновесие. На суше у нас это все немножко в пассивном состоянии. Чтобы это активировать, непосредственно на воде это вот начинает запускаться. Когда осуществляешь грибки с помощью весла, соответственно, здесь большой комплекс мышц задействуется. Соответственно, с точки зрения физики, уже признанно это ребятами, которые активно занимаются с балансом, как и единоборство, как и кроссфит, признают, что и в некоторых фитнесах вводят эти программы как сопутствующее сопровождение туры на сапах. Вот, соответственно, здесь множество разных ответвлений имеется. Потому что то, что сейчас представлено на обучающих площадках, это у нас, скажем так, для прогулки. То есть здесь нет какой-то скорости там, да? Да, для этого есть уже другие доски, их множество видов. Можно ходить и на рыбалку на сапе, можно йогой заниматься на сапе, можно гонками заниматься на сапе, можно сплавляться по горным рекам с порогами, там немножко другие доски. Можно в походы на дальние ходить. И все эти модификации доступны. Мы знакомим лишь людей, а потом они делают самостоятельный выбор и продолжают повышать свой уровень. Ну вот мы поняли, да, из ваших слов, Александр, то, что сапсерфинг – это и вид физической активности. Да, ну это как выйти на велосипеде покататься, да, вышел. Приятное времяпрепровождение и физическая нагрузка. Это еще может быть йога и на рыбалку, да. А что касается именно соревнований, вот как проводятся соревнования по сапсерфингу, побеждает тот, кто преодолел дистанцию. Время, но там тоже есть свои. Есть свои особенности, проходят также на реках, на заливах, когда проходит спринт в 300, например, в 600 метров. Там соревнуются на разных категориях досок. Они более тонкие, длинные, соответственно, скорости большие там достаточно. Международный уровень соревнований, как по сёрфингу на классический сапсерфинг. Здесь отличие только то, что есть весло и доска побольше. Также волновой, марафоны проходят большие, соответственно, океан – это плюс сопровождение волн. Там работа с балансом. А тогда вот вопрос, можно минуточку перебью? Все-таки сапсерфинг, мы занимаемся им только на тихой воде, да? То есть волны не нужны ничего. Нет, что вы говорите, это одно из направлений. А нет, ну вот мы, по крайней мере, здесь в Якутске только на глади. Здесь, безусловно. Но я надеюсь, что в скором будущем также в Якутии появятся инструменты технические, которые создают искусственную волну на закрытых площадках. Есть специальные катера-буксировщики, которые создают волну. И будут проходить соревнования уже с волной на досках, как классический сёрфинг. Ну что, очень интересная беседа. Дорогие телезрители, не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что сразу после рекламной паузы мы продолжим эту интересную беседу. И, конечно, посмотрим, как же выглядит настоящая доска, и как выглядят весла, и как, главное, правильно на ней стоять. Да, абсолютно верно. И мы продолжим разговор о перспективах развития этого замечательного вида в нашем регионе. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, с вами вновь телепередача «Спортклуб». Мы продолжаем говорить о сапсёрфинге, об очень интересном виде физической активности, который начинает набирать популярность в нашей республике. И этот блок мы начнем, так сказать, с практической части. Сейчас Александр Александров, лидер сапдвижения России, объяснит нам, что же нужно для занятия сапсёрфингом, и мы видим, он принес с собой инвентарь. Итак, Александр, что же нужно для того, чтобы вот, ну, хотя бы на уровне вот обучения. Вот мы видим у нас доска и весло. Прежде всего, нам нужно понимание, где у нас нос, где корма. Вот, соответственно, нос у нас всегда приподнятый, корма у нас, соответственно, позади, где находятся вот наши плавники. Вот, данная резинка у нас находится для крепления спасательного жилета и мешков с провиантом. Лишь у нас закрепляется к ноге, соответственно, для того, чтобы не потерять, да? Чтобы доска далеко не уплыла. И у нас есть весла. Весла бывают разные. Для удобства транспортировки они складываются. Вот, соответственно, всё это упаковывается. В комплекте есть насос, рюкзак. Всё это на плечо. Весит порядка 10-12 килограмм, в данном случае, данная доска. И вы можете перемещаться на машине, в поезде, пешком и прочих походах. Да, и хотелось бы для наших телезрителей отметить то, что в сюжете уже было сказано, что отличие сапсёрфинга, традиционного сапсёрфинга в том, что у нас доска надувная. Да, вот прямо перед эхиром Александр, вот, я видел, как он надувает. Очень быстро действительно взял, достал и, собственно, готовы, да? Отлично. Ну и давайте предположим, что мы находимся у водоёма. И, как я понимаю, что мне нужно сделать, чтобы вот как-то встать? Как это правильно всё делается? То есть, традиционно на океан выходят в положение лёжа. Но так как у нас пологая вода, нет сопротивления с волной, соответственно, мы здесь в основном все стартуем с колена. Поэтому я предложил бы встать вам, соответственно, здесь на колено, ставя сюда руки, расположив колено слева и справа. То есть располагаясь примерно... Да, совершенно. На ширине плеч. Вот, спину мы в данном случае выпрямляем. Перед спуском мы всегда закрепляем к ноге данный лист, но здесь мы не будем улыбаться. Вот. Соответственно, спину выпрямляем. Вот. Берём весло. Вот. Таким образом мы делаем первые движения от берега. Ну и начинаем грести, да? Слева и справа перебирая, меняя руки. Вот. Таким образом, да. Раз, два, три. После того, как мы почувствовали некоторую уверенность и безопасно отошли от берега, мы встаём. Соответственно, вместо колени ставим ноги. Вот. Опускаем сюда весло. Для балансировки, то есть, да? Помогаем. Да. И встаём сначала ногами, потом поднимаемся уже с веслом. В данном случае у нас весло вытягивается на более высокое положение, где мы берёмся за ручку сверху. Вот таким образом. И движение уже, перехватывая налево-направо, осуществляем движение вперёд по водоёму. А у меня возникает вопрос. Ну, вот, инвентарь, в принципе, да, такой достаточно понятный, да, несложный, наверное, мне кажется, его и с собой переносить, как вы уже сказали. А что касается одежды, то есть, обязательно ли должна быть какая-то вот именно экипировка? Или всё-таки можно находиться просто в плавательных шортах или в купальниках? Можно ли явиться прямо в таком же виде? Да. Или в таком же виде, как в лоуласе. Конечно же, мы зависим от погоды. У нас много по этому поводу есть уже продукции представлены. Когда сильно жарко, соответственно, мы защищаемся от перегрева, то есть, у нас должен быть головной убор, и, соответственно, чтобы кожа у нас не сгорела. Используем либо мази, либо одеваем соответствующие тонкие какие-то футболочки, чтобы не сгореть. Когда холодно, можно использовать термобельё, гидрокостюмы и прочее. Соответственно, здесь уже мы ориентируемся по погоде. Таким образом. А вот если выберемся на воду, насколько трудно вообще... Сейчас, конечно, я не могу представлять, потому что я на твёрдой поверхности стою, а на воде насколько трудно держать баланс? То есть падают постоянно или это не так сложно? Статистика падения очень низкая. Буквально там, если из ста человек могут два упасть. И то по некоторой глупости, либо когда они не выполняют инструкции непосредственно инструктора. Вот. Значит, после двух-трёх занятий по два часа вы будете самостоятельно двигаться уверенно уже по воде. Отлично. Ну что ж, вот какое-то представление появилось. Давайте, Александр, пройдёмте. И у меня сразу вот вопрос есть. Вот о сюжете, да, в материале нашего коллеги мы видели то, что люди вот очень уверенно стоят вот на доске, да, и плывут вот. И, конечно же, мы знаем, да, заранее то, что эти люди неподготовлены. Они в этот день только пришли и узнали о сапсёрфинге, их поставили на доску. И вот, получается, первый же день вот мы увидели, как они уверенно стояли, да. То есть, в принципе, быстро, да, можно научиться этому? Безусловно. Здесь очень весомая часть – это методика, вот, понимать психологию. Люди разные непосредственно, вот, и преобладание вот первого страха, ну, это в кавычках страха, на самом деле, это инстинкт самосохранения. Он длится недолго. После того, как вы, может, специально позабавиться, когда тёплая вода попрыгаете 10 раз, у вас абсолютно пропадёт любой страх. Важно преодолеть вот эту вот просто сладку, да? Нина, а у меня вопрос такой. Как попасть-то в именно этот сап-центр, как стать участником этого движения и, конечно, что для этого надо? Возможно, нужно приобрести инвентарь или всё-таки уже что-то можете предоставить? Нет, мы можем предоставить доски, весла, всё оборудование. У нас там будут работать инструктора. Да. Ну, мы находимся, кстати, в гостиничном комплексе Ренабо, что находится в Борисовке-1. И, то есть, как часто мы планируем проводить вот эти занятия и примерно сколько длится одно вот занятие? Два часа. Два часа. Да. И самое важное, давайте напомним, когда же откроется наш центр? Ну, официально мы планируем следующее воскресенье. Следующее воскресенье. Да, днём с 12.00 у нас как бы откроется наш центр. И какие мероприятия вот планируется провести в день открытия? Такой же мастер-класс и пробные катушки, можно сказать. Отлично. И до какого времени-то мы сможем заниматься? Надо успевать, мне кажется, попробовать, пока у нас жаркие дни, тем более время-то у нас совсем ограничено в Якутии. Мы планируем, наверное, до какого? До первого льда. До первого льда будем. Александр же говорил, что можно термобельё надевать. Хорошо. Сколько максимума, вот, количества людей вы можете задействовать вот на одном занятии? Вот максимальное количество у нас. Количество досок в данном случае зависит от их площади, от непосредственного катания, потому что одна доска, это не означает, что один человек. Есть большие доски, где можно два человека расположить. Взрослые родители часто берут с собой детей катать, несовершеннолетних, по одному, по два ребёнка. Кто-то с собаками ходит. Вот, это тоже осторожно, но можно. То есть можно, в принципе, прийти попробовать, да? Безусловно. Как просто прекрасное времяпрепровождение с детьми, там, с родственниками. Пришли, попробовали, и не обязательно, что... Абсолютно. Можно вникнуть, да, в это на постоянной основе. Очень интересно. Прям захотелось. Да, и важно отметить, я думаю, то, что Александр у нас приехал ещё, ну, в рамках его рабочего визита, да, вот есть ещё очень важная цель. Александр у нас имеет сертификаты, очень серьёзные документы, которые дают ему полное право обучать других людей учить, да, вот, сапсёрфингу. И как сейчас вот проходит работа в этом плане? С будущими инструкторами. Сколько инструкторов у нас по итогам вашего визита вот будет? Выпускников. Это, безусловно, зависит. Мы сейчас производим набор, и надеюсь, что люди, которые предварительно заинтересовались, либо когда-то видели, либо хотят с этим познакомиться, наши двери открыты. Мы ждём всех, кто хочет проявить себя в этом направлении, в качестве инструкторов. Мы будем готовить. Сейчас на данный момент готовится несколько человек, они также делают для себя выбор, что это естественно, кто-то уже загорелся, абсолютно уже есть даже некоторые достижения у одного из будущего райдера, я надеюсь. Вот, также мы открыты, чтобы набрать будущих спортсменов, так как в этом году есть возможность участия в чемпионате мира по сапсёрфингу, который пройдёт в конце октября в Китае. То есть такие чёткие у нас цели уже есть, да? Открыть центр благополучно, запустить туда людей как можно больше, да? Вырастить инструкторов и ещё, возможно, увезти одного из них, а может быть и двух. Нет, создать команду. Создать команду целую, действительно. Которую представит Якутский регион. Замечательно. Ну, а всё-таки давайте ещё раз проанонсируем. Открытие у нас следующее воскресенье, да? Да, желающие могут подойти в гостиничный комплекс Ринабо и попробовать, да? С собой иметь ничего не нужно. Желательно с собой всё-таки мы не забываем жаркая погода, головной убор, бутылочку с водой и иметь связь. И, собственно, если какой-то ветер, брать с собой штурмовку. Хорошо. То есть физическая подготовка не важна? Не важна. Возраст не важен? Всё, это даст вам сапсёрфинг. Вот ранее мы уже, да, говорили о том, что вот женщина старше 60 лет, да, уверенно вот стояла. Ну и дети, конечно, дети тоже у нас уверенно стояли, как мы видели в видеосюжете. Ну что ж, Нина, если говорить о самых смелых ожиданиях, вот сейчас у нас в следующее воскресенье откроется центр, сап-центр. Когда будет федерация? Даже не знаем. Есть ли в планах? Да, в планах, конечно, есть. Вот предложили участвовать, вот на днях, да, и мы с Александром загорелись такой идеей, что собрать команду у нас спортсменов хватает. Но именно в таком виде спорта, ну, спортсменов нет, да? Какие, кто может там стать? Да, кто может стать именно профессиональным, да, сап-центр заниматься? Обычно с каких видов спорта приходят к вам? Обычно приходят с классической гребли. На каное, например, сейчас текущие спортсмены, они в прошлом как раз занимались греблей классической. А что касаемо наших, например, спортсменов, которые у нас в республике, это... Очень хорошо себя могут показать люди, которые занимаются единоборствами, кто занимается кроссфитом. В общем, все люди, которые... Здесь нету ограничений как таковых, вот. Поэтому все это при системных тренировках недостающие факторы, они нарабатываются. Александр, а возникает вопрос, да, в зимний-то период что делают сапсерферы? Где занимаются? Ну, если брать, конечно, наверное, глобальные там, да, мечты, давайте вот мечты. Где бы мы могли запустить это у нас в Якутске в зимний период времени? Прежде всего, на некоторых бассейнах также тренируются на сапах, вот. На закрытых площадках, как я сказал, есть искусственные волны уже, технические возможности. Также есть тренажеры, они компактные, всем доступные, которые можно использовать и держать дома, тренироваться для будущего сезона. А я, кстати, думаю, наверное, наши девушки, которые занимаются йогой, активно начнут заниматься йогой именно на этом, потому что это сейчас так модно, так популярно на всех курортах популярных, есть везде утренняя зарядка, именно на сапах йогой заниматься. Мне кажется, можете сотрудничать с нашими девчонками, как раз сегодня встречались. Да, вы с Ольгой, йог-инструктором, ну, инструктором по йоге, и она тоже загорелась идеей такой, да, йогу на сапах, вот так вот. Да, ну и один вопрос, у нас стоит совсем мало времени, у нас бассейн Чалбон, подходит ли он для занятий сапсерфингом? Или маловато? Мы сейчас знакомимся со всеми площадками, с критериями, я чуть позже смогу ответить. Я надеюсь, это наша не последняя встреча. Да, мы ждем открытия, конечно же, вашего сап-центра, и надеемся, что все у нас получится, и будем встречаться здесь уже постоянно, и обсуждать новые нововведения в этом виде спорта. Ждем вас в гости. Ну что ж, дорогие телезрители, открытие центра состоится в следующее воскресенье, еще раз напоминаем, ну а мы с вами увидимся через короткую рекламную паузу, и будем говорить о этно-йоге. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, с вами снова передача «Спортклуб». Мы работаем в прямом эфире в студии по-прежнему власти Сергеев и Дарья Анкехова. Заключительный блок мы решили посвятить одному из таких тоже новых движений в нашей республике, но уже который набрал обороты, и очень много людей уже полюбили. А полюбили вла, знаешь что? Саха-этнофитнес. Что же это такое, мы узнаем прямо сейчас. Для этого в студию мы пригласили уважаемых гостей. Это у нас Марфа Васильевна Двичковская, инструктор по этнофитнесу, а также Любовь Ананьева-Пасильская и Надежда Ананьева-Охлопкова. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, конечно, первый вопрос для тех, кто, возможно, никогда не слышал о том, что же такое Саха-этнофитнес. И как давно это движение зародилось в нашей республике? С наступлением добрый вечер, дорогие телезрители, с наступлением лета нашего долгожданного, да, и месяцем белого изобилия, да. И, как говорится, наш Саха-этнофитнес очень связан с народной культурой Саха, да. Это, как говорится, синтез и танца, и физических упражнений. Автор этого проекта Ирина Владимировна Федорова. Она сама культуролог и, ну, очень вот танцующий человек, очень гармоничный, солнечный человек. И вот это движение у нас зародилось сейчас действительно по всей республике. Ну, программа там состоит вот из исконно традиционных танцев, ну, движения, танцевального движения народа Саха, да. Там есть такие движения, ну, наверное, все знаете, джерингей, да, активные такие движения. Ахоринкюте, это очень на позвоночник, вот такие хорошие, да, и там очень ритуальные они движения, да. Это вот как бы и благословение, и благодарение, там все очень такой подтекст имеет, очень такой психолог. Я сама психолог по профессии, да, и вот это занятие мне очень понравилось, как вот именно очень арт-терапия, танцевальная терапия. То есть это не просто танец, да, во-первых, это и физическая нагрузка, потому что вы из танцевальных элементов сделали какие-то более как фитнес-направления, да. Плюс это еще и какое-то такое гармоничное восприятие музыки и себя собой, да. И нагрузка, и хорошее настроение. Да, вот именно здесь очень активизируются гормоны радости, потому что программа, она так составлена, что вот начинается, ну, вот хомус там, разминка, да. Потом вот именно благодарение, там музыка идет, да. Потом вот уже ритмичное, медленное, более ритмичные движения. И именно вот очень хорошие песни, такие эмоциональные, очень хорошие песни наших якутских авторов. Вот, Любовь и Надежда, как вы узнали о сахаэтном фитнесе и сколько вы занимаетесь уже? Я фитнес с декабря 2017 года. Я прочитала статью в газете Сахасири. Там была целая одна полоса Татьяны Марковой. Вот там диалог был с Ириной Владимировной по проекту. И я вот захотела, да, решила вот попробовать фитнесе себя. И сестру с собой позвали? Да, на второе занятие я уже сестру позвала. Я вот за ней тоже пришла, и тоже как человек танцующий, я поняла, что я своей стихией, да. Вот в городе у нас много фитнесов, да, как бы все на такие ритмичные музыки, да, как бы для молодых женщин, да. А вот наш проект сахаэтна фитнес. Тут идут движения такие легкие, плавные, да, для всех возрастов. У нас к нам ходят женщины старше 70 лет. Никто не стесняется, да. Да, все гармоничные. Ирина Владимировна так составила, ну, танцуем уже целый час, целый час. Целый час, без остановки, да. Не каждая такая, знаешь, физическая нагрузка, там, спортзалит, и не сможет час. И этот час проходит вообще незаметно. Когда заканчиваем танцевать, уже у всех счастье, да, у всех хочется обнять. Вот видишь, у женщин даже слезы счастья, да, и вот это выходит, именно женщина освобождается, да, очищается, все забываешь. И вот на каждое движение Ирина Владимировна нашла, на каждое движение вот музыка отдельная, да, каждое движение, другая музыка, и вот в этом потоке именно вот тело и душа отдыхает. Знаете, как вот замечательно получилось, да, вот мы в этой студии часто говорим, чаще всего, да, говорим о спорте, да, именно вот спорт высших достижений. Как в спорте получилось? Одна сестра пошла и привела другую. Да, как в спорте сейчас забывает. Ну вот вы занимаетесь, вот, вы сказали, два года, да? Да, второй год. Ну, соответственно, вы тоже второй год уже пошел. А результаты? Да, о результатах, если говорить, какие изменения вы наблюдаете? Может, похудели, может быть, сколиоз прошел. Да, насчет сколиоза тоже, да, но для здоровья, главное для здоровья. У меня болели ноги, да, вот сейчас я с легкостью хожу, но это радость, фитнес, это здоровье, это легкость, это радость, красота. Ну, то есть с медицинской точки зрения, да, есть такие изменения, ну, а с настроением все в порядке, мы это видим, и невооруженный взгляд. К сожалению, у нас время ограничено эфира, и мы бы хотели сейчас телезрителям показать, как проходит у вас тренировочка. Пройдемте, я попробую вместе с вами. Так, давайте встанем, у нас есть музыка. Так, мы стоим вот так. Ну, вот вы встали. Ну, вообще занятие начинается с дыхательных еще упражнений, до музыки, там надо очень хорошенько тоже правильно дышать, а потом вот когда начинается хамус, вот такая разминка, да, и стеру вперед-назад голову, шею. Вперед-назад, обратное движение. Плечи. То есть это такая разминка, да? Любая физическая активность начинается с разминки, да? Разогреваем, да, мышцы все свои? Хорошо, это все разогревается. Вперед-назад. Колени. Ну, а после того, как мы провели всю эту разминочку, мы переходим к танцевальным движениям, да? Ага, танцевальные движения. Ну, у нас вот по программе, конечно, там еще есть вот именно такое ритуальное, после хамуса там идет, да? И вообще вот поднимание рук, это тоже же очень... Солнце. Ага. Очень такой знак, да? Ну вот пока музыка нет. Поклонение солнцу. Ага, именно к востоку, обращаемся к востоку, к нашим аи, к нашей природе, к нашим предкам. Вот идет благодарение. Вот сейчас будет музыка, да? Вот когда хамус, это все пока еще разминка. Разминка. То есть разминка проходит под звуки хамуса. Ага, вот под эту музыку идет вот настрой такой, да? Это вот такое ритуальное... Настраиваемся. ...часть. Здесь вот, ага, ну, на полминуты поднимаем руки. Посредотачиваемся, обращаемся к небесам, к нашим аи. Потом тихонечко вот опускаем. А потом у нас... Ага, а потом уже идут вот торцевальные движения. Там они очень хорошо составлены, да? Ну, там традиционные... Ну, хотя бы несколько можно сказать, да? Ну, вот такие движения идут, да? Ага, там приседания и пружинистые нужно очень хорошо, да? Так, поднимание. То есть, по сути, это вот такой вот танец, да? Ага. Который... Ну, традиционный вот, а так, тэпси, да? Ну, у нас такие есть движения. Ага. И классическая вот огонь-кютя, да? Вот это очень для позвоночника. А это для позвоночника? Ага, они прямо тянутся, да? И осанка улучшается. Вот там насчет по 8, да? Потом вот на спин, ага, на плечи. Ой, у меня уже даже ноги... Уже устали ноги. А потом вот немножко отдых идет, да? Вот так. Там чередуется очень хорошо, там прямо все под музыку. Хорошо, а как часто вот вы занимаетесь сахайку? Ага, ну вот всю зиму Ирина Владимировна проводила в Доксуне, в спорткомплексе Доксун. Так, среда, суббота, воскресенье. Среда, суббота, воскресенье. По часу, да? Да, один час. И вот народ почти там 20, больше 20 даже собирались. Вот есть у меня один вопрос, да? Вот вы показали нам отрывок, да? Вот этого этноситнеса. А вот перед эфиром мне наш режиссер эфира вот сказал, да? То, что вы предоставили нам свою музыку. И нам сказали, что этот аудиофайл длится час. Вот в начале нашей беседы вы сказали, что танцуем целый час. То есть вы включили музыку и без остановки. Вот так вот, Влас. Очень, да, интересно. Вот тогда переход композиции именно тоже, не останавливаясь, вот все равно движение делается, да? И все продолжается. А вот создателем этнофитнеса вы назвали Ирину Владимировну Федорову, да? Она по сфере, ну, по работе она культуролог. Да, культуролога, отлично. То есть изначально эта программа была создана для того, чтобы вот как-то людей больше именно окунуть в культуру Якутии, да? Ну да, как бы это же этнофитнес, да? Все лучшее, что есть вот в танцевальной, да, в музыкальной культуре народа Саха, как бы это все сосредоточилось и, ну, вот создалось такое движение. Но все-таки для вас это же все равно и спортивная нагрузка, да? Ну, конечно. Правильно же? Целый час. Целый час, да. Но мы знаем, что подобные проекты же еще существуют и в различных других республиках, да? Это очень популярно. Планируете вы как-то объединиться? Вот, допустим, Саха этнофитнес поедет в Бурятию этнофитнес, и вы поделитесь вот своим опытом. Съезд этнофитнеса, да, устроено. Съезд этнофитнеса. Сейчас по всей республике. А у вас уже филиалы есть, да, по Улусам? Да, по Улусам, почти по всем Улусам сейчас есть. Мы ездим по деревням, по Улусам. На мастер-классы. На мастер-классы, да. Вот еще и гастролируют они, ты понимаешь? Гастролируем, да. Ну что, спасибо большое. Мы желаем Саха этнофитнесу такому движению процветания. Конечно, пусть как можно больше женщин и мужчин занимаются таким фитнесом. Главное, чтобы все время быть, вот именно держать свое тело и дух в таком позитивном настрое. Спасибо вам. Еще раз благодарим, что нашли время. Ну что ж, дорогие телезрители, на этом наш эфир подходит к концу. Ну что ж, хотелось бы сказать в конце. Занимайтесь всеми видами спорта, занимайтесь фитнесом. И будьте здоровы, увидимся с вами ровно через неделю в это же время. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова